Волгограде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества со стороны управляющей компании. Ее сотрудники, по данным следствия, подделали подписи жильцов. И этот случай не единичный. Недовольных работой коммунальщиков все больше. Те умышленно завышают стоимость услуг и всячески препятствуют попыткам контролировать свою деятельность. Проблеме, которая характерна и для других регионов, разбиралась Елена Пич. Пенсионерка Лариса Белоштанова теперь не просто прогуливается во дворе своей девятиэтажки. Сегодня ее очередь следить, чтобы в подъезде и на крыше дома не появились посторонние. Присматриваемся и прислушиваемся. Только надо теперь надеяться самим на себя. Своеобразные меры самообороны здесь предпринимают с тех пор, как неизвестные люди поднялись на крышу, поставили заглушки, перекрыв канализационные стоки из нескольких квартир. Так, по мнению жильцов, управляющая компания решила наказать активистов, которые требовали соблюсти закон и заключить с жителями договор на обслуживание дома. То, что люди не согласны без договора платить кому-то в карман, куда эти деньги идут, мы сами не знаем. Мы согласны заключить нормальный договор. То, что в квартире одного из соседей Ларисы Григорьевны стена в буквальном смысле трещит по швам, видно невооруженным глазом. Другой сосед Александр Маркевич показывает, еще недавно возле его подъезда лежали горы мусора. Того, чтобы коммунальщики выполняли свою работу, он два года добивался в суде. И за это время так поднатарел в бумажной войне с управляющей компанией, что теперь к нему самому приходят за советом жители других домов. Разговор с теми, кто жалуется, он всегда начинает с вопросов. У вас есть договор о управлении на квартиру дома? Нет. Вопрос, да? У вас есть совет о квартире дома? Нет. Грязно в подъездах, не работает лифт, течет крыша. К своим управляющим компаниям у многих волгоградцев тысячи претензий. И одна проблема на всех. Собственники платят за содержание общедомового имущества до 2,5 тысяч рублей в месяц. Но на что эти деньги тратятся, не видят. Олеся Гумен член совета своего дома. 16-ти этажки 4 года, и за это время новоселы так и не смогли добиться нормальной работы коммунальщиков. Они даже обманывали нас неоднократно. Отключали горячую воду, говорили, что якобы за неуплату. Хотя мы проверяли у них годовые отчеты, у нас была не просто недоплата, у нас была переплата. Недобросовестная компания не прошла лицензирование. И на собрании жильцов выбрали другую. Но недавно выяснилось, что домом снова управляют те же люди, просто изменив название. А когда инспекция жилнадзора начала проверку и отправила по почте опросные листы, все почтовые ящики оказались взломанными. В эти ящики были положены анкеты для заполнения жилищной инспекции. И эти анкеты потом чудесным образом все пропали. Кто именно заинтересован, чтобы жилищная инспекция не получила достоверную информацию, можно только догадываться. Последние несколько месяцев в Волгограде сотни собственников жалуются, что их домами управляют незаконно. По результатам таких проверок, а их было проведено порядка 150 уже на сегодняшний день, практически в половине случаев мы выявили факты фальсификации. Жители этого большого 13-подъездного дома обратились в полицию. Они уверены, их подписи на документах, которые позволяют получать собственников коммунальные платежи, тоже поддельные. Участковыми уполномоченными по жалобам жильцов домов была проведена проверка, в ходе которой они установили, что большинство жителей не оставляли подписи в протоколах об избрании управляющей компании. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция и инспекция жилнадзора продолжают проверять, законно ли собирают деньги с жильцов многоэтажек те или иные управляющие компании. Но главное, по мнению специалистов, что сами жители все чаще стараются контролировать, как тратятся деньги, которые они платят коммунальщикам.